Какая там дата была? Да никакой не было. Кстати, многие разведчики так докладывали. То есть они нам тоже много чего передали. Здесь немцы, там немцы, вроде и в тылу уже немцы. Козёл отпущения, он ни в чём не виноват абсолютно. Мы здесь не угадали. Там, конечно, в гора всё сделали, предателя всё выдали, в общем, из состава местного населения. Русские должны умереть, чтобы немцы могли жить. Друзья, здравствуйте! Сегодня вы на канале «Историческое чтиво» в подкасте «Диэтиловый эфир». И сегодня на календаре 22 июня. Эта дата памятная для всех, кто живёт в нашей стране. И сегодня я решил позвать, чтобы побеседовать о данной дате, историка Николая Николаевича Платошкина. Николай Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо за приглашение! Сегодня 22 июня, четверг. События того далёкого 41-го года, ну, каждой семьи коснулось страшный день. Хочу прежде начать с того, вот всегда упрекают то руководство страны, что знали, но допустили. И разведка работала хорошо, и говорили, когда будет. Вот хотелось бы сначала начать немножко всё-таки разобраться о том, знали, не знали, почему. Мы с вами в прошлом эфире обсуждали советско-германский договор о ненападении 39-го года. И через два года без объявления войны нацистская германия напала на нашу страну. Вот всё-таки давайте немножко с предыстории. В каком ключе мы подошли к этой дате, к 22 июня 1941 года? Первое, знаете, вот говорить такое про советское руководство, что не подготовились, не знали, ну, дебилом каким-то или подонком надо быть. Я просто к чему говорю? Даже коллективизация 29-го года, казалось бы, она была предпринята с одной целью исключительно. Вот вы заметьте, ведь не было колхозов до 29-го года. Ну, то есть, их было, но мало. И был принцип такой, что коллективизация должна быть добровольной, постепенной и так далее. Я когда задаю вопрос, а что в 29-м году случилось? Ведь большевики-то, в принципе, могли бы провести эту коллективизацию, не знаю, там, в 21-м году, в 22-м, они выиграли гражданскую войну, у них была вся полнота власти, как вы понимаете, но они же не стали этого делать. Напротив, в 25-м году Сталин и Бухарин что говорили? Кулак мирно врастёт в социализм, торопиться не надо, обогащайтесь. Да, середняки получили землю от большевиков, частную собственность. В 29-м году произошёл мировой экономический кризис. И тогда, год спустя, Сталин, выступая, сказал, у нас есть 10 лет в 30-м году. Мы должны срочно создать современную промышленность, иначе нас сомнут. То, что другие страны сделали за 200 лет, мы с вами должны пробежать, перепрыгнуть за 10. Вы представляете, дар предвидения какой? То есть, колхозы для чего были созданы? Резко нарастить экспорт зерна. Да, подчас всё необходимое отбирали. В 5-6 раз увеличили вывоз зерна, и в той же самой Германии, до прихода Гитлера к власти, скупили огромное количество станочного парка на эти деньги. У американцев тоже не бесплатно, как вы понимаете. Они строили нам челябинский тракторный, он же танковый, горьковский автомобильный, полуторки известный, да? Юнкерс-фирма строила нам самолёты в Кунцево. Когда Гитлер пришёл к власти, в январе 33-го, это всё немедленно, естественно, было сразу прекращено, но мы успели. Да, за счёт тяжёлых решений нашей родной деревни, у которой иногда вот прямо всё. Но мы создали мощную промышленность. То есть, готовились с этого времени. 35-й год. Сталин заключает договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи против Германии с Францией и с Чехословакии. То есть, мы берём немцев в клещи. 35-й год, сразу после того, как Гитлер ввёл всеобщую воинскую повинность, в которой Германии не было до тех пор, появляется статья Тухачевского в «Правде военные планы Гитлера». Статью лично редактировал Сталин. Правки есть. То есть, например, Тухачевский написал «Военные планы Гитлера», Гитлер зачеркнул Сталин, написал «Германия», ну и так далее. Смысл был такой, что теперь наши главные противники не Польша, не Финляндия, не Румыния, а Германия. Это был коренной переворот советской военной доктрины. В этом же 35-м году вводятся персональные воинские звания в Красной армии. До этого были командиры и бойцы. Дальше. Тухачевский организовывает первые десантные войска в мире. Разворачивается массовое производство танков. И лично Тухачевский дает никому тогда неизвестному Сергею Павловичу Королеву огромный полигон в Нахабино и начинается испытание нашего первого ракетного оружия, которое потом было известно как что, как «Катюша». Гвардейский реактивный миномет. 1939 год, когда началась Вторая мировой война, 1 сентября, в СССР была введена всеобщая воинская повинность. У нас ее ведь не было. У нас армия-то маленькая была в советское время. Вот 2500 тысяч человек. Причем милиционного типа. То есть, человек приходил служить на 2-3 недели по месту своего проживания, что называется. Ну, там знакомился с какими-то там, значит, даже техника была не очень сложная. И все. Вводится всеобщая воинская повинность 1 сентября. Разворачивается огромная сеть военных училищ для подготовки командного состава. Хочу подчеркнуть, что если Красная Армия вот до этого была полмиллиона, стало 5 миллионов человек. И это не готовились, что ли? Дальше. Разворачиваются отдельные наркоматы, то есть, министерства. Вот раньше, условно говоря, было министерство. Наркомат тяжелой промышленности. Сейчас наркомат стали. Специально занимался только танковой броней. Наркомат авиастроения, ну, как вы сами понимаете, занимался там авиацией. То есть, ввели даже плату за обучение в старших классах при советской власти. Потому что каждая копейка шла на армию. Были введены суровые по нынешним временам меры за уголовную ответственность и за самовольное оставление рабочего места. Фактически страна работала 7 дней. То есть, выходной практически был отменен. Это все 40-й год. Говорит, не готовились. А к чему тогда готовились? Конечно, все понимали, абсолютно все, включая, естественно, Сталина, что война будет. И война будет там не с берегом слоновой кости, а с Германией. Точнее, с германским блоком. Куда входило много стран. И Финляндия, и Румыния, и Словакия, между прочим. И Италия, и Франкистская Испания, и так далее. И Япония, в том числе. И то есть, задача у нас была одна – оттянуть войну. То есть, дать нам возможность, потому что с 1939-го начали так активно. А немцы, понимаете, они не прекращали, честно говоря. У них армия была мощной и в Первую мировую войну. Там осталось только ее как бы реанимировать. Отсюда указания Сталина не поддаваться на провокации. Конечно, докладывают. Самолеты немцев до Минска летают, фотографируют. Понимаем, понимаем, что это, естественно, там безобразное нарушение всего и все, не поддаваться. То есть, хотели оттянуть войну на 1942 год. Ведь смысл был какой? Считалось, как, если до июля немцы не нападут, то до зимы они уже не успеют. Поэтому они перенесут свое нападение на следующую весну. И делали, унижались, отправляли им, значит, зерно и уголь, но не бесплатно, естественно. Немцы передали нам все свои современные самолеты. Линкор Лейпциг, который стал линкором Кировом и оборонял, в том числе, героический Ленинград. То есть, они нам тоже много чего передали. Возникает вопрос, а почему, да? Почему делегация советских конструкторов, Яковлев, там, посещала лучшие военные заводы Германии в сороковом? Запугать хотели. Вы куда лезете вообще? И самое главное, вот в своем, знаете, нацизме, вот именно, да, считали, что какие-то лапотные русские, вот им можно показать, они все равно ничего не сделают. Кишка у них тонкая, нет у них таких заводов, инженеров, запугаем. Понимаете? И поэтому второй момент, доносила ли разведка Сталину, о точной дате нападения, нет. Нет. Такого документа нет. Вот зорги предупреждали, нет, предупреждали, что война может начаться в апреле. Сорок первого не началась. Значит, в мае не началась. В июне называлось много дат. Ну, вы, Сталина, поставьте себя на его место. Вам уже сто раз сказали, что она начнется, а она не началась. Причем, могла ли разведка это предвидеть? Нет, не могла. Потому что план Барбаросса о начале войны против Советского Союза, он был готов 8 декабря 1940 года. Наши знали, что он есть. Опять врут, что его там чуть ли не скопировали, дали Сталину. Нет, этого нет. Но знали. Но там что было написано? Что надо создать условия, чтобы к маю 1941 года германская армия после получения приказа о выступлении против СССР должна быть готова нанести удар в 24 часа. Какая там дата была? Да никакой не было. В мае они бы начали. Вообще они хотели 15 мая начать. И, ну, не дай бог бы, конечно, да. Но в это время, значит, у них балканский поход вклинился, да, там, разгром Югославии. Да, они задержались на месяц. Но это был очень важный для нас месяц. Ну, я просто к чему говорю? Кто мог знать о дате нападения, если Гитлер сам о ней не знал до последнего времени? Да, армия была готова. Но после получения кодового слова «Дортман», да, они должны были в течение 24 часов выдвинуться на передовые позиции и прочее. Ну, и кто мог доложить Сталину о том, чего не было? Мне просто интересно. Ну, народ у нас в этих деталях особо не концентрируется. Ну, Сталин, он дурак, там, ему докладывали точную дату. Никто не докладывал. А войска были приведены 21 июня 41-го, боевой готовность, после того, как немецкий унтер-офицер-коммунист переплыл западный Буг и уже сказал, приказ получен. То есть, в войсках зачитали приказ вот этот «Дортман». Я вам говорю, нападение начнется 22 июня в 3.15. Вот это было, ну, это было 21-го числа. Конечно, да, вы знаете эту историю. Сталин, Жуков, Тимошенко пришли к Сталину, Сталин говорит, можно ли верить перебежчику. Они говорят, можно, это коммунист. И пошла директива о приведении войск к боевой готовности. Но она просто уже запоздала. Первые дни после вот без объявления войны перешли границу. Я бы здесь поправил. Немцы были все-таки товарищами хитрыми, в отличие от Японии. Без объявления войны это Япония этим всем занималась. Причем и в русско-японскую, и разгромив Перл-Харбор. Нет, эти нам о войну объявили. Правда, Шуленбургу, послу Германии в Москве, который, кстати, был против войны, писал Гитлеру все время, что не надо этого делать. И был казнен Гитлером уже в 45-м году в лагере. Так вот, Шуленбург передал Молотову ноту о начале войны в тот же самый момент примерно, когда германские самолеты уже пересекли нашу границу. Ну, то есть, они там ее объявили, но после того, как по факту они это уже начали. Ну, а так, типа, ну да, передали же документ. Ну, уже мы не могли, конечно, отреагировать. Понятно, что это просто уловка. Ну, вот основная причина, говорят, да, когда сторонники того, что не готовы, что в первые же месяцы, ну, во-первых, были уничтожены самолеты на аэродромах, да, вот все-таки это было с чем? Что генералитет, да, как-то растерялся? Или же все-таки здесь тоже, ну, я не знаю, почему забывают, все-таки немецкая армия два года воевала. Да, армия, да, измеряется боевыми столкновениями. Наша только, у нас прошло что, Советская Финская, по-моему? Да у нас она только сформировалась, армия-то массовая, понимаете? У нас только выпуск офицеров пошел. Ну, ну что, ну человек отучился год там, да? Он лейтенант. Ну, вы же понимаете, он до этого был учителем там, я не знаю, он нигде не воевал. Он честный, добрый, хороший, героический человек, но у него опыта нет. Ну, вот как можно это мерить вообще, понимаете? У нас была по боевому духу, по вооружению, сильная армия. Вот я все время напоминаю, вот вы водитель, да, у вас прекрасная машина, но вы ездите на ней второй день. А у этого машина поменьше. Но он на ней пять лет уже катается. Ну, кто, так сказать, более опытный водитель? Ну, неужели вот такие простые вещи у нас людям непонятно, которые, значит, хаяют нашу армию в 41-м году? Мало того, вы понимаете, вот дилемма Сталина опять какая? Армия частично... Да, у нас вся армия была в западных округах. Ну, то есть, ни на Востоке, ни в Средней Азии. Все все понимали. И вот армия должна идти в летние лагеря на учебу. Да, можно сказать, дайте, не будем ее отправлять. Мало ничего. Если вы не отправляете, вы даете немцам предлог, правда? Которого они очень ждут. Значит, если вы объявляете скрытую мобилизацию, я должен сказать, она была объявлена до войны. То есть, уже до войны началась переброска частей с внутренних районов страны. Но как бы не мобилизация военнообязанных, а переброска частей уже действующей Красной Армии, туда границы. Но мы поймите еще раз одно. У вас нет опыта. У вас, у противника, способ ведения боевых действий, которого до этого никто не знал. У нас был другой способ, и у французов, и у всех остальных. Мы научились как бы немецкому способу. В 42-м мы начали их бить не менее, я должен сказать, активно, классно там и так далее и тому подобное. То, что они уничтожили нашу авиацию. Нам ее некуда было рассредотачивать. Это были западные Украины и Белоруссии, которые вот только что вошли в состав СССР. Там активно строились, вы знаете, укрепрайоны, аэродромы, подскока, так называемые, ну, ближе к которой границы. Но мы не успели просто. Это же, понимаете, громадные вообще не просто затраты. Это просто, ну, по работе, да. Время много на это надо. Поэтому немцы-то и спешили напасть. Они прекрасно, так же, как Сталина, понимали, что в 42-м году, если они на это решатся, у нас будет уже совсем другая ситуация. Они-то это тоже понимали. Поэтому и напали. И средства ПВО тогда еще не настолько были развиты, чтобы, ну, скажем так, авиацию противника нейтрализовать. Вы знаете, тогда еще раз, вот генералы все, наши там, не знаю, другие, они готовятся, как правило, к прошлой войне, да. То есть, они используют опыт, ну, того, что было. И Гитлер-то, честно говоря, понимаете, вот все генералы немецкие, за исключением одного, например, были против плана, предложенного Гитлером по нападению на Францию в 40-м году. Они считали, что это психбольной, только это может предложить. Ну, то есть, раньше было, как шла война. Ты противник. Ты, значит, наносишь там артиллерийские удары, авиационные, разрушаешь оборону, пехота идет, ее поддерживают танки. Знаете, как двигающиеся доты, скажем так, зашли, заняли, окопались, огляделись, ну и дальше, да. То же самое предложили Гитлеру немецкие генералы, а не другого-то, не знали по опыту Первомировой. Манштейн предложил совсем другое, да. То есть, клин глубокий, вообще без флангов, безо всего. Понимаете, да вы что? Наши же войска в окружение попадут. На сотни километров идут одни танки, без пехоты вроде как. А как? Ну, а вдруг там с краев и прочее? Это был очень такой, знаете, рискованный план. И все были против. Гитлер сказал, будем использовать план Манштейна. Вот так родился то, что мы называем там Блицкригом, там, молниеносной войной. И, конечно, сначала, когда они напали на нас, это тоже поражало. Вот вы Симонова почитайте, посмотрите. Здесь немцы, там немцы. Вроде и в тылу уже немцы. Понимаете, они иногда просто захватывали какую-то железнодорожную станцию, загружали танки в состав, просто шли там километров на сто, выгружались и наносили удары в тыл. Это рискованнейшее дело, понимаете? Если вы это как бы просекли. А если нет, то среди противника распространяются сведения, что немцы везде, что мы уже отступаем, что нам надо куда-то, ну и так далее. Поэтому весь 41-й год, в общем, это были немецкие котлы, которые мы там туда, так сказать, попадали. Потому что, ну, не научились просто еще. Потом были наши котлы, да? Сталинград, Корсунь-Шевченковский. В Беларуси во время операции Багратион было несколько котлов уже. Ну, то есть, уже научились действовать так же, да? А в 41-м это было очень непривычно. Очень. Потом у немцев, видите, в таких вещах, ну, казалось бы, не очень, может быть, важных, а на самом деле очень. Радиосвязь, да? У нас была связь проводная. Вы ее перебили, провода обрезали, все. У вас начинается неразбериха, вы приказ не можете передать. Вы у вестовых каких-то посылаете, их перехватывают. У них рации. Тогда, естественно, не было никаких глушилок там, ничего. Это же тоже важно. Если у вас во всех танках, например, самолетах рации, то вы можете руководить как командир боем, правильно? Там все, например, туда. А у нас-то было как? Идет командирский танк. Вот куда он идет, за ним идут все остальные, да? Соответственно, немцы подбивают командирский танк, все. И никто не может понять, что делать-то вообще, куда чего идти. И опять, не потому, что этому там особо никто не уделял внимания. Страна просто в 17-м году была самой отсталой в Европе. То, что смогли это сделать вообще в плане технического перевооружения, вообще какой-то подвиг, я бы сказал. Ну, или вот, например, такая вещь, что Сталин на совещаниях с летчиками лично убеждал их пересаживаться на новые самолеты. Они не хотели. Потому что это же была пересадка, знаете, какая? До этого были самолеты, бипланы в основном, например, И-15. Там скорость-то была 150-200 километров в час. А тут как на машине ехать, да? Тут вам говорят 500 километров в час. Многих... Нет, мы не успеем. Это же, понимаете, другая тактика боя совсем. Это другой уровень принятия решения. Это вам секунды должны быть. Это не то, что вы летите, смотрите, что вообще где происходит. Нет, это тут принимается решение мгновенно просто. И вы думаете, этому можно за месяц, что ли, научиться? Да нет, конечно. Николай Игоревич, а вот у нашего, скажем так, главнокомандующего Сталина еще же, наверное, и логика была в том, что не пойдут немцы на два фронта воевать. Это же тоже не поддавалось какой-то логике. То есть опыт же был в Первой мировой. Там, знаете, там произошла, на мой взгляд, совершенно другая вещь. Еще раз, если бы Сталин был в этом не уверен, да, то мы бы вот этих гигантских абсолютно усилий по... Ну, что там сказать? По перестройке страны на военный лад. Понимаете? Никто бы этим и не занимался. Ошибка была в другом. И тут как бы опять не Сталин. Значит, военное командование говорит, где будет направление главного удара. Мы здесь не угадали, понимаете? У немцев было три группы армий, которые наступали на нас. Первая – это на Ленинград, группа армий «Север», группа армий «Центр», мощнейшая на Москву через Белоруссию, и группа армий «Юг» на Киев, Украину. Вообще задача плана «Барбаросса» была достигнуть территории АА, Архангельск, Астрахань, там закрепиться на Волге, а там типа русские аборигены там за Уралом, они сами как-то, и карательные экспедиции направлять, добивать там, значит, остатки. Они должны были выйти к ноябрю 41-го года на эту линию, ну, к моменту зимы там и всего остального. Мы не угадали направление главного удара. И здесь подвела разведка в том числе. Потому что все считали, что направление главного удара будет где? На Москву, наверное. На Украине. А, на Украине, да? На Украине были средоточены основные силы рабочей крестьянской Красной Армии. Почему так считали? Опыт 18-го года. Немцы хотели оккупировать именно Украину тогда, в 18-м году, но что они и сделали. Почему? Потому что хлеба украинского хотели. Наши сходили из того, что главная задача Германии в войне экономическая, то есть они хотят лишить нас урожая и прорваться к бакинской нефти. Соответственно, южное направление, украинское главное. Туда сосредоточены. Никто же даже не мог предвидеть, что задача Гитлера нас уничтожить полностью. То есть ничего-то там захватить. Понимаете, вот как в 18-м году отдайте нам Украину, и мы вас там... Нет. Вообще просто ликвидировать и всего. Ведь он Англию не хотел ликвидировать. Он вообще говорил, зачем мы воюем? Давайте заключим какой-то мир и все. Он во Франции после разгрома правительство оставил даже. И неоккупированную часть территории. Половину, да, веши. И поэтому у нас сосредоточена была основная часть мехкорпуса танковой, например, на юге. И там немцы, кстати, тяжело и продвигались с самого начала. Там даже отбили город на польской территории, перемышли. Наша Красная Армия через два дня после начала войны. Они, как вы знаете, Киев взяли только в сентябре, и то, повернув группу армии центр на юг. Мы не угадали, что основной удар будет наноситься именно в Белоруссии. Там было две танковых группы у немцев. Везде в группе армии была одна на севере и на юге, а здесь две. То есть они делали вот эти вот клещи. Сначала в Западной Белоруссии, потом в районе Минска. Там были тяжелейшие потери. И к началу июля немцы уже подошли к Смоленску. А на юге ничего не могли сделать, понимаете. Ну, потому что там стояла наша основная часть. И тогда Гитлер принимает 30 июля 41-го решение остановить наступление на Москву, взяв Смоленск уже. Потому что уже понимает, что на всех трех направлениях не получается этого продвижения. И вот эта группа армии центра сворачивает на юг, через Брянск-Черниговскую область, замыкает кольцо вокруг Киева. Конечно, была тоже большая наша катастрофа. Но, тем не менее, Украину они смогли занять только как раз к ноябрю месяцу. Не выйти там к Астрахани. То есть я к чему говорю? Ну, сказать, что это Сталин, что ли, сказал? Все войска размещайте на Украине. Это военноруководство так посоветовало. Кстати, многие разведчики так докладывали. Что по нашим данным, значит, наступление Германии начнется, во-первых, многие говорили, с предъявления требований. Ждали еще и этого, да? Значит, но немцам не нужны были никакие требования. В этом вопрос. Обычно война-то как начинается? Мы требуем от вас там ультиматум, да, принять такие условия, иначе, да? Никто ничего не требовал. Абсолютно. Задача была нас просто физически ликвидировать. И военные считали, да, что они прежде всего захотят собрать урожай на Украине. То есть мы здесь просчитались. И военное руководство, и разведка, и, ну, Сталин им, естественно, поверил. Павлов – это козел отпущения? Козел отпущения. Он ни в чем не виноват абсолютно. Я просто вспоминаю фильм советский, помните, где Ульянов играет Жукова, да? И он его вызывает и говорит, мы же с тобой это проходили на учениях. Нет, подождите. Давайте так. Кто такой был Павлов? Павлов был командующим западного особого военного округа, ну, из Белоруссии, да, говоря русским языком. А штаб-квартира где? В Минске. Еще раз. До самого 21 июня запрещалось приводить войска в боевую готовность, там, делать полевые пункты управления рядом с гранией. Это запрещалось, то есть, если бы Павлов сделал это, он бы нарушил приказ. Ну, то есть, он вот сидел в Минске, а где он должен был сидеть, если там был пункт управления фронта? Ну, там, на юге в Киеве он был, там, и так далее. Это первое. Второе. Павлов якобы разместил войска там слишком близко от границы, они, так сказать, попали в окружение. Это не Павлов принимал решение. Генеральный штаб. Кто возглавовал генеральный штаб? Жуков с января 41-го года. То есть, выход считали как? Логика была какая? Немцы нападают на Украину, да, в основном. Значит, на Украине мы их задерживаем, наносим контрудар с Украины на северо-запад на Люблин, а с запада, прямо от границы с Белоруссией, навстречу наносится контрудар войсками западного округа Лаяспалом. То есть, предполагалось-то как? Немцев останавливаем сразу на границе, наносим контрудар в Польшу и замыкаем их в огромное кольцо. Но это генштаб придумал-то. Это же не Павлов придумал. Это генеральный штаб Павлову было дано указание расположить войска вот таким образом, что он и сделал. И то есть, у нас большая часть была и в Белоруссии, и везде она была близко границ. Не только у Павлова. Потому что планировался контрудар после немецкого наступления. Так он в чем тогда виноват? Что он не привел войска в боевую готовность. Семь запрещали приводить. До 21-го числа вечера. Ну, а вы знаете, директиву пока ее там приняли, расшифровали и прочее. Она поступила в войска уже вот вместе с немецкими бомбами, условно говоря. У Павлов тут при чем? Он в субботу был в театре. А где он должен быть? Это же не значит, что, предположим, человек вообще отрешился от команды. У него там ничем не занимался вообще и прочее. Ведь поражение, к сожалению, Красная Армия потерпела везде. Но не только ведь у Павлова. У Павлова почему? Потому что, еще раз, там основной удар был сосредоточен. Не на севере, не на юге, а именно там. Но ведь немцы, извините, они 1 июля Ригу уже взяли на северном направлении. Солидные темпы, к сожалению, продвижения. Но тут-то кто виноват? Во-первых, противник был силен. Он применял нестандартные методы ведения войны, к которым никто не был привычен. И самое главное, основной удар пришелся именно на Беларуси. Чего не ожидали. Еще некоторые исследователи отмечают, что Гитлер решился именно вот на 41-й, что ему разведка доложила о так называемой зачистке генералитета в Советском Союзе. Насколько? Как вы знаете, зачистка была задолго до. Она не повысила нашу боеспособность абсолютно. Да, 37-й год, так называемый военно-фашистский заговор в Красной Армии, когда жертвой провокации германской разведки Павел Тухачевский, самый антигерманский настроенный у нас генерал, которого немцы ненавидели. У Тухачевского были в том числе к ним лично. Еще-то он уже не в тюрьме сидел. Во время войны бежал, по-моему, пять раз. Его расстрелять ведь даже хотели. Но даже не в этом. Тухачевский, как мы с вами сказали, в 1935 году совместно со Сталином написал статью, что наш основной противник Германия. Они же протест нам тогда заявляли официально. Военно-наташа Германия. Что, типа, вы что тут пишете? Мы там друзья. Ну, то есть, Тухачевского ликвидировали с помощью германской разведки, конечно, которая подбросила Сталину через президента Чехословакии Бениша, дружественного нам тогда, пакт об взаимопомощи с ним был, данный о том, что он якобы планирует военный переворот вместе с германскими генералами. Ну, типа, германские генералы Гитлера свергнут, то Тухачевский свергнет Сталина. Что была, конечно, откровенная лажа. Но Гитлер решился на войну не из-за этого. В своей работе «Майнкамф», которую он писал в тюрьме, ну, там тюрьма, правда, так и была, дверь не закрывалась, там можно выходить, торты все приносили каждый день, там вообще. Гесс ему, значит, печатал на «Майнкамф», там что было написано в 1924 году, что Германия должна прекратить свое естественное движение на запад и юг, как в средние века, а захватить Россию и прилегающее государство для утверждения там жизненного пространства. Раз. Лебенцраум. Потом, когда Гитлер пришел к власти, он собрал совещание, ну, тогда еще вообще мизерного какого-то вермахта, рейхсферы еще, я тут тоже сказал. Основная задача – удар по России. Ну, то есть, думать так, что он что-то там сидел-сидел, а потом вдруг что-то решил, да нет, он всегда это делал. Потом был принят четырехлетний план в 1936 году подготовки к войне. Отвечал Геринг за это, да. И самое главное, в «Барбароссе» что написано? Что германские вооруженные силы должны быть готовы еще до окончания войны с Англией в результате молниеносного быстрого похода сокрушить Советский Союз. Он считал, что что мы с Англией военем? Мы вообще там белые люди, нам что делить-то? И они считали, Гитлер, что Англия сопротивляется только потому, что надеется на Советский Союз. Ну, вот и надо лишить Англию этой надежды. Надо разгромить Советский Союз, и тогда Англия скажет, а, все, извините, пожалуйста, мы там больше не будем и прочее. То есть, поэтому они напали бы в любом случае. Тут просто вопрос отдать. Я вам сказал, они 15 мая должны были напасть, но задержали события в Югославии. И еще, что, о чем нужно, наверное, сказать, это все-таки о такой масштабной, небывалой эвакуации. Ее же тоже готовили, готовили фундаменты в коммуникации? Нет, ее, к сожалению... Или ее стали уже готовить? Ее не готовил никто. Единственное, что... Ведь, смотрите, опять, доктрина, в том числе наших военных кругов, была какая? Перенос максимально быстрой войны на территорию противника. Я вам сказал, исходя из этого, вся армия дислоцировалась у границы. Это не потому, что она напасть на кого-то хотела, вот как врут сейчас всякие придурки тоже, да? Нет. Просто, ну, понимаете, логично, да? Зачем армии пускать противника, я не знаю, там, вглубь территории? Понимая, что он эту территорию там разорит, зачем? Планировался нанести контрудар сразу, да? И с большим треском, как бы, скрипом все-таки еще до войны закладывались отдельные базы будущего партизанского движения в западных районах СССР. Да, это было. Но прямо тоже, вот буквально рядом, ну, считалось как, что, ну, если немцы там и что-то достигнут успехов, то небольших, да, там. Ну, часть там западной Украины, Белоруссии захватят, может быть. Там, да, закладывались базы. Ну, что такое база? Винтовка, провиант там и прочее. По-настоящему хорошую базу партизанского движения подготовили только в Крыму. Потому что, ну, немцы ворвались в Крым только в октябре 41-го. Ну, было уже понятно, что они там и под Ленинградом, под Москвой. Там, конечно, в горах все сделали. Предателя все выдали, в общем, из состава местного населения, скажем так, политкорректно. Что касается эвакуации, поэтому-то промышленность никто не планировал, потому что считалось, ну, что, ну, нет, какая Москва, там немцы не дойдут. Вот, и уже после того, как... Ведь, понимаете, вот, говорит, Сталин выступил там 3 июля только. Я говорю, опять мы не понимали, чего они хотят. Одно дело. Ну, напали, как Наполеон. Помните, он перешел границ, сразу сказал, я могу уйти, если вы, там, первое, второе-то... Ведь думали, например, и так еще, что, может быть, это не какая-то полномасштабная война, а, может быть, немцы, ну, удали, чтобы после этого, значит, сказать нам, ну, давайте, там, нам хлеб с Украины, там, еще чего-то. 3 июля был взят Минск уже, была взята Рига, и стало понятно, что это не какая-то, там, пограничная война. Ведь помните Молотов, что сказал 22 июня? Без предъявления претензий к Советскому Союзу, без предъявления условий германской армии сегодня, там, перешла границу, опять перешла границу. Думали, ну, может, она перешла так, как бы, так сказать, даже, помните, да, первый приказ был, отбить врага на территорию, не переходить сопредельно. Ну, думали, что это может быть просто какая-то угроза силой, да. Поэтому, когда Сталин понял, что это война на уничтожение, во-первых, он ее, как вы знаете, объявил отечественной, во-вторых, вот тогда как раз было принято решение о массовой эвакуации, не заводов только, тактика, всего населения, угона скота, там, то есть, планировалось, да, сжечь урожай, то есть, вот тактика выжженной земли, тоже Сталин ругает, вот Сталин дурак, там, обрекал население, ну, планировалось-то как, что население тоже уйдет, ну, то есть, все ушли, и немцам осталось, грубо говоря, вообще ничего, но немцы наступали очень быстро, вот вы знаете, по фильмам, когда идет колонна беженцев, а ее там уже окружают немецкие танки и говорят, давай там назад, то есть, поэтому приказ по факту, конечно, был невыполнен, вы понимаете, ну, не успели люди ни уйти, ни тем более там что-то сжечь, или, ну, где-то смогли, где-то нет, поэтому эвакуация заводов массовая, она началась уже где-то в сентябре месяце 41-го, когда немцы захватили Киев, и стало понятно, что они будут продвигаться везде, тогда начал эвакуироваться Харьковский танковый, например, там, и остальные прочие, и, кстати, видите, иногда эвакуация была даже два раза, ну, то есть, например, насколько я знаю, с Украины часть в Сталинград эвакуировали, ну, тогда Волгоград сегодня, но думали, что туда-то немцы точно не дойдут, а они, как вы понимаете, дошли там через год, и пришлось эвакуировать туда же, в Уральско-Поволжский район, то есть, эвакуация массового предприятия, это август-сентябрь. — Возглавлял, если не ошибаюсь, НКВД было поручено, да? — Нет, возглавляли эти два человека, это, ну, точнее, скажем так, три. Значит, отвечал за всю военную экономику Советского Союза Николай Вознесенский, он тогда руководил Госпланом, и был, кстати, членом ГКУ, был создан Государственный комитет обороны, фактически это не то, что он там собирался, как-то там комната какая-то была, нет, это был, ну, узкий круг людей, которым что-то было поручено. В Берии, скажем, Кавказ, там Вознесенскому была поручена вся экономика, за что он ее получил героя после войны, к сожалению, в результате интриг того же Берии, расстрелянного в 49-м году, в 50-м, по так называемому сфабрикованному ленинградскому делу, он с Ленинграда был, он написал книгу «Военная экономика Советского Союза», очень, кстати, ну, до чего до расстрела рекомендую. Помогали ему Косыгин, будущий глава Советского правительства, и Устинов, который, опять-таки, уже потом стал и, ну, членом высшего руководства страны, и курировал весь советский ВПК, но уже позднее, да, и был министром обороны. Вот это понятно, что не они, только трое этим занимались, это ясно. Скажем, Маленков отвечал за самолеты, предположим, да, за авиационную промышленность, но за эвакуацию отвечали вот эти три человека. Ну, понятно, что и Сталин это все, естественно, контролировал, и все остальные тоже. Последние два вопроса. Первый, который я еще и школы помню, как мне на уроках истории сказали, что Сталин на две недели выполоск руководства и уехал к себе на Кунцевскую дачу. Это полное вранье, но, опять-таки, видите, это все просто очень легко как бы опровергается, есть же документ, он называется «Дневник», посещений, там, скажем, председателя Совета Министров, председателя Совета Народных Комиссаров СССР, он есть, он опубликован. Сталин каждый день принимал людей, генералов и всех остальных, там, и прочее. Просто он не выступал публично до 3 июля, потому что, ну, не было понятно, с чем обратиться к стране. Одно дело, немцы остановились, да, и сказали там, и даже, понимаете, вот врут, что Сталин там был готов на какой-то сепаратный мир. Просто Сталин поручил Берии обратиться к временному послу Болгарии у нас. Болгария была союзником Германии, но нам войну не объявила. Она объявила войну Англии и США, нам нет. Поэтому у них посольство было. И Сталин поручил просто выяснить через Болгарию, чего надо-то? Ну, то есть, какие у немцев планы? Чего они хотят-то вообще? Ну, он даже еще раз говорит, ведь тогда было странно, что война идет на уничтожение вообще всей страны, на истребление населения. Как бы общественное мнение всего мира, но к таким войнам все-таки даже еще не было привычно. Тем более, подчеркну еще раз, на Западе у немцев была совсем другая война. Никто там ничего не разорял особо, не истреблял. Даже правительство, еще раз говорю, оставляли. Немцы оккупировали Данию за, кто-то говорит, 3 часа. Ну, ладно, за день. Король на месте, правительство на месте. Выборы парламентские проходят с участием социал-демократов, которые в Германии запрещены. А там, пожалуйста. Представляете, какой был режим? И сравните с тем, что они у нас творили. Ведь у нас больше половины жертв Великой Отечественной войны – это мирное население, которое, вообще-то, защищено законами войны даже. Как это не звучит так странно, да? Они ввели здесь войну на уничтожение. Об этом говорят документы, которые немцы приняли перед началом войны. Масса уничтожения, скажем, еврейского населения и… Вот это же не только еврейское было. За каждой группой армии следовала так называемая Einsatzgruppe, да? У нас даже иногда это не переводится, потому что, ну, сложно перевести. Группа по спецзаданию, скажем так, можно сказать. Или группа по акциям, у которой были, в свою очередь, команды, да? И, конечно, задача была какая – ликвидация еврейской интеллигенции, советской интеллигенции, без разницы к национальности, всех функционеров ВКПБ, начиная с районного звена и комсомола. Ну, то есть, видите, это было удивительно на тот момент, что людей не судили там, не знаю, не предъявляли им какие-то там претензии. Просто вот ты был членом райкома? Был. К стенке. Причем немцы понимали, что это нарушение вообще, ну, я не знаю, всех возможных законов. Поэтому донесения Einsatzgruppe, они были секретные уже тогда. И про них никто нигде не писал, ничего. Потому что они понимали, что совершают военные преступления в масштабе, который до сих пор никто не видел. Ведь до этих событий, ну, еврейское население, скажем, на оккупированной Германии территории, до этого, да, оно подвергалось дискриминации. Создавались гетто, лавочки вот эти, только там для евреев звезды. Но массового истребления не было. И с момента перехода нашей границы начинается массовое истребление на территории и строительство в Польше в основном, ну, близко к нам, лагерей смерти. То есть, именно тех лагерей, где люди не должны были вообще находиться. Понимаете? Их туда просто свозили для того, чтобы их там убить. Такого тоже до этого не было. До этого концлагеря были, ну, где там, значит, осуждали, их, они там, значит, что-то работали, с них что-то выжимали. Нет, здесь убивали просто и все. Причем убивали, еще раз подчеркну, не только еврейское население, советскую интеллигенцию и руководитель, да, еще, естественно, политруков, да, политических офицеров Красной Армии, что было вообще военном преступлении. Потому, что пленных убивать нельзя. Это вот, ну, как бы, хрестоматийный признак, принцип, не знаю, там, с древнего мира еще. Их всех убивали. Ну, звезды были у нас тогда у офицеров, ну, командиров на рукаве. Все. К стенке сразу. Без всяких там этих разговоров и всего прочего. То есть, именно с нападения на нас немцы впервые начинают как бы окончательное решение еврейского вопроса. Это вообще ликвидацию любого коммуниста как такового. Еще раз, не потому, что он там что-то сделал, да. Ну, просто, что он коммунист. Предполагалось его по этому основанию убить. Мы сейчас с вами это все знаем, да. Но представьте, 41-й год, когда таких войн еще не было в мире. И все считают, ну, как, ну, наверное, какая-то война там за нефть, там, за хлеб, там, не знаю, за какие-то там репарации. Вот, скажем, у Англии Гитлер колонии требовал, да, вот, которые раньше были немецкие, потом перешли после Первой мировой войны к Англии. Но мы-то вроде как бы в Германии никаких территорий никак не отбирали, правда. И вроде считалось, ну, а к нам-то какие претензии? Ну, у Франции, у них было засла торинги, знаете, они там спорили за эту пограничную территорию. А у нас-то? Они просто нас хотели, так сказать, свести под ноль, чтобы такого образования в любом виде, Советский Союз, Россия, чтобы его просто не было, и все, и чтобы до Волги все было заселено представителями высшей германской расы. Есть миф о том, который запущен некоторыми историками, так называемыми, что у Сталина был план нападения на Германию, и второе, вы говорили, что когда вторжение произошло, да, вот почему мы с вами и записываем этот подкаст, Гитлер издал распоряжение уничтожать учебники истории, и вообще, в принципе, ну, историю, зачем вот этим недолюдям история? Да, все верно. Еще, планировала ли Красная Армия по плану боевого развертывания контрудар? Конечно. Это контрудар, то есть, который должен был произойти после начала германской атаки, естественно, а что здесь преступного? С другой стороны, когда пишут всякий бред о том, что вот Сталин уже дату назначил нападения на Германию, а немцы вот в последний момент там, ну, назовите эту дату, назовите документ, где-то написано, это же документ должен быть, вот как у Гитлера, да, быть готовым к началу войны против Советского Союза в течение 24 часов, начиная с 15 мая, 41-го года, железно. А у нас есть такие документы. Быть готовым к нападению на Германию, условно говоря, там, в течение 24 часов, там, с, конечно, этого нет. Мало того, когда немцы напали на нас, они образовали при тоже штабах группы армии специальные группы людей, офицеров, знающих русский язык, для допроса высокопоставленных командиров Красной Армии, попавших в плен. Искали этот план. Допросы были. Были ли вы знакомы с планом нападения Советского Союза на Германию? Говорил ли вам Сталин об этом? Ну, если это генерал был. Говорил ли вам там, не знаю, ваш командир? Пытались найти хоть какой-то документ немцы, чтобы оправдать собственное вторжение. Нашли? Нет. А вы же представляете, сколько им документов, к сожалению. В 41-м году попало в руки, ну, очень много, да? Мало того. Ведь после окончания войны опять-таки немецкие документы, откуда я-то это знаю, они же тоже сохранились об этих всех допросах, о том, как постоянно шли напоминалки из Берлина, ну, где, где, так сказать, информация о том, что русские готовились напасть, а мы их, типа, вот-вот упредили. Хотели этого? Ведь, понимаете, ведь когда они напали на нас, они ведь издали, ну, страницах на шести, меморандум так называемый, да? Ну, типа, а почему напали-то? Там, между прочим, вообще нет ни слова о том, что вот мы напали, потому что вот на нас там хотели, вот. Вообще ни слова нет. Там что? Подрывная работа Коминтерна. Там коммунистические партии, вот что-то они там та-та-та-та-та, Советский Союз представляет себя постоянной угрозой европейской цивилизации, там, не знаю. Ну, вот что-то в этом духе накручено, понимаете? Но там же нет ничего, ноль, о том, что мы предупредили в самый последний момент, там, скажем, вот видите, был другой момент, когда немцы напали на Данию и Норвегию, они это как объясняли? Тем, что туда хотят ввести английские войска. Эти страны были нейтральны. Такие планы, правда, были у англичан. И они, кстати, их и не отрицали. Ну, и Гитлер, в принципе, сказался, вот они сейчас Данию захватят, они же, что, прям вот рядом с Германией тогда окажутся. Ну, то есть здесь обе стороны хотели этот нейтралитет нарушить, что, естественно, не отменяет того, что напали гитлеровцы. Это понятно. У нас такого нет. Ни одного еще раз документа. Вот я все-таки знаю, там, и немецкий язык, там, и английский. И сейчас вот все, типа, рассекречено весь. Ну, хоть один документ о том, что есть боевой приказ, там, по Красной Армии рабочей, крестьянской, быть готовым к нападению на Германию, там, к такому-то числу. Но если он есть, давайте обсуждать. Но если его нет, а его нет, о чем мы тогда, собственно, обсуждаем-то? И учебники истории уничтожались, потому что думали, что все. Так, понимаете, у них смысл был в чем, что славяна, они считали официально, Арбайцфольк, как они называли, арийцами нас считали, да. Но такими, знаете, бестолковыми, способными только на грубую физическую работу. Ну, то есть, они тупые мы с вами были, как валенки, вот с их точки зрения, да. Поэтому нам с вами кто нужен? Господа, естественно, которые нас с вами будут там направлять. То есть, мы с вами должны были пахать на этих вот будущих немецких поселенцев. А для того, чтобы пахать, что нужно? Считать до ста, быть знакомыми с грамотой, расписываться. Какая история? Никакой истории. Зачем вам история? Все, ваша история, она закончилась. Нет никакой России, не будет ее. И, соответственно, вам не надо знать, что она когда бы то ни было там еще и была, да. Конечно, это все, они приходили всерьез и надолго. Иначе, а бы они не занимались бы какими-то школами там. Вот Наполеон, когда на нас напал, он же там программу на школе не менял там или крепостное право не отменял. Он с царя хотел получить конкретные там, значит, уступки и свалить. Эти нет. Они хотели, они считали, что останется где-то 25 миллионов примерно на славян из всего населения, которые вот, так сказать, куда-то их там оттеснят. Вот за Волгу, там, в Сибири. Там, как они писали, естественными причинами. От голода, от холода славяне там сами как бы это. А германский доблестный вермахт должен стоять на Волге, если славяне попытались бы назад вернуться, пожрать просто. Задача была просто перебить всех к чертовой матери и все. Вот такие у них людоедские планы существовали. Поэтому, понимаете, вот любые попытки сказать, ну, а Шкуров, Власов, ну, что они там были против сталинизма, там, есть же у нас такие персонажи еще. Эти люди, получается, они встали на сторону тех, кто хотел полного уничтожения их родины, полного, любой, капиталистической, социалистической, какую угодно. Просто, чтобы самим там поселиться. Знаете, как у них в вермахте были политические курсы? Ну, многие же солдаты спрашивают, о чем мы так вот издеваемся над населением? Вроде как там, что было написано? Русские должны умереть, чтобы немцам могли жить. Все. Вся философия. Николай Николаевич, спасибо за эфир. Пожалуйста. Друзья, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, помните и изучайте историю своей страны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!